На этой аллее в деревне Букино только за пять дней добыли свыше двух тонн природного эликсира. Собранный по капельке сок даже не успевают отправить на переработку, раскупают люди. Запасаться березовым напитком, кстати, можно совершенно бесплатно, если не нарушат закон. Сперва необходимо обратиться в лесничество. Деревья должны быть диаметром от 20 сантиметров, от этого зависит количество подсечек на нем. Подсечки делаются буровым, в глубину от 1 до 3 сантиметров, без учета коры. Диаметром больше 26 сантиметров можно деревья подсачивать, две подсечки можно вставить и более. На расстоянии 10-15 сантиметров одна от одной. Березовый сок – средство от многих болезней. В состав сладкого напитка входят ферменты, витамины В6 и В12, а также микро- и макроэлементы. Плюс ко всему, свежий природный фреш – тонизирующее и общеукрепляющее средство. Избавляет от усталости и сонливости. Полезен для всей семьи. Стоимость при этом символическая. Цена за 1 литр всего 22 копейки, а штраф за самовольство до 17,5 тысяч рублей. Стоит ли пренебрегать правилами – решать вам. Мы лишь напоминаем, что везде установлены фотоловушки. Остаться незамеченными практически нереально. Охлажденного напитка в нынешнем сезоне планируют собрать больше, чем в прошлом. Этому поспособствовала стабильная погода. Лесхозы Могилевской области делают ставку на 2,5 тысячи тонн. Места заготовки определяют так, чтобы они находились ближе к черте населенного пункта. И жителям было проще добраться до сочных делянок. В этом году планируется собрать около 300 тонн березового сока. Практически в три раза больше, чем в том году. Сбор березового напитка продлится еще как минимум две недели. Все будет зависеть от температуры за окном. Резкое потепление может сократить движение даров природы. Ну а любителям насладиться витаминным коктейлем в любую пору года пришло время доставать банки, крышки и закаточную машинку. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.